Телецентр Останкино представляет В мире никто не ездит более часто, чем московские метрополиты. А вдруг шабанет. И по Кокановичу дверями. Руки, голову, голова, плечи. Все. Если мы едем в Москву со скоростью 500 км в час из Минска, мы доедем за полтора часа. Зачем кого-то отгонять? Уже за сутки практически доезжают с Москвы до Адлера. Я удивился. Такой темп, такая скорость. Слева у тебя Черное море, справа Азовская. И впереди вот дорога. Напоминает съемочную площадку фантастического фильма. Нет, мы на реальном испытательном полигоне. Конструкторы рельсострунной системы уверены, это транспорт будущего во всем мире. Потому что по их расчетам он самый быстрый и безопасный. Это, к примеру, Юнитрек. Для грузовых перевозок это Юнибайк, прогулочный городской вариант. А это Юнибуст, ну, практически автобус. По рельсострунной эстакаде между городами и странами, как планируют разработчики, транспорт разовьет скорость 500 км в час. В форму акумную трубу транспорт может уйти, и тогда скорости там могут быть до 1250 км в час на остальных конусах. Мы повысили эффективность, например, в сравнении со скоростной же дорогой примерно в 5-7 раз. Не воздушная подушка и не магнитное поле. Испытатели всех секретов пока не раскрывают, но уверенно говорят, безопасность – главное преимущество этих дорог. Здесь не используют взрывоопасное топливо, движение строго упорядочено, а значит, не будет столкновений. Зачем на дороге обгонять друг друга? Если мы едем в Москву со скоростью 500 км в час из Минска, мы доедем за полтора часа, зачем кого-то обгонять? Надо всем двигаться с одной скоростью, на равном расстоянии друг от друга, безопасно. Поэтому я могу с полной уверенностью сказать, что мы безопаснее того же автобусного транспорта в несколько тысяч раз. Население планеты растет, и совершенно очевидно, что ни автомобили, ни железные дороги спустя полвека уже не смогут удовлетворить потребности всех в передвижении по миру. По данным Организации Органных Наций, коммуникативность людей за ближайшие 20-30 лет возрастет в 5-6 раз. Значит, потребность в перемещениях увеличится в 5-6 раз. И если люди будут перемещаться на агрессионных транспортных системах, которые сегодня создали большое количество проблем, в том числе экологичных, в области экологии, то просто все будет убито вокруг. Значит, наверное, логистику надо менять. Сегодня под автомобильными дорогами мира закатана территория, вот в асфальт, и под шталами похоронена, это 5 великобританий. Мы можем идти в землю и вернуть землепользователей. Мы отнимаем минимум почв и видим, здесь под эстакадой растет трава, здесь могут пастись коровы, может быть, вести сельское хозяйство. Сейчас тестируют жесткие и полужесткие конструкции из металла, но готовятся использовать и углеводородные волокна. И тогда пролеты между опорами можно будет увеличить до 7 километров. А это значит, отпадает необходимость строить традиционные мосты. И к тому же рельсо-струнные системы смогут транспортировать не только людей и товары. Мы в путевую структуру зашиваем оптоволокно и другие линии связи. И зашиваем и в путевую структуру, и используем опоры для линий трепередачи. Поэтому наши комплексы, они не только будут перевозить пассажиров грузов, но и передавать витриск энергии, передавать информацию. В 21-м веке, в основном, будут на втором уровне. На втором уровне будет немножко автомобиль, будет немножко железо-дорог, будет немножко лошадей. Сегодня многим это кажется маловероятным. Однако вспомним, строительство железных дорог в 19-м веке также считалось делом сомнительным и рискованным. И деньги вкладывались не только и не столько государственные, сколько частные. В России против поездов развернули агитацию. Людей убеждали, что быстрота движения будет развивать у путешественников болезнь мозга, а строительство дорог вызовет миграцию населения и, как следствие, упадок нравственности. Но мир меняют Дон Кихоты, которые верят в то, что его можно изменить. И сегодня без железных дорог представить себе нашу жизнь невозможно. НЕВОЗМОЖНО! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА